Тем временем администрация Байдена уже два года делает все, что может, чтобы положить начало Третьей мировой войне в Восточной Европе, и этот план разворачивается на наших глазах, но никто не замечает. Зеленский, президент Украины, деспот во главе Украины, был на CNN прошлым вечером, где сказал, что ожидает от администрации Байдена скорой передачи F-16. У нас нет истребителей, чтобы справляться с этим, чтобы противодействовать российским ударам. Они нам очень нужны, и я попросил президента начать подготовку украинских пилотов. Президент Байден ответил, что над этим будут работать. Я верю, что США дадут нам возможность защитить наше небо. Разве нам не говорили целый год, что Россия вот-вот потерпит поражение? Так почему мы отправляем на Украину все больше денег и техники? Может, нам врали? И, кстати, а лжи, помните, нам сказали, что Россия взорвала свой трубопровод? Все вокруг писали об этом. Заткнись, защитник Путина, это все русские. Что ж, теперь они признают, что это не русские, но мы тут тоже ни при чем. Некая проукраинская группа взорвала Северный поток и вызвала крупнейшую экологическую катастрофу в истории, а также подставила наших союзников по НАТО в Западной Европе. Проукраинская группа? Окей. Толси Габбард, бывший член Конгресса и кандидат в президенты, она сейчас с нами. Конгрессмен, большое спасибо, что пришли. Итак, проукраинская группировка, у которой хватило способностей взорвать один из важнейших трубопроводов в мире. Но мы, администрация Байдена, тут совсем ни при чем, теперь они так прикрываются. Похоже, что так. Уже очевидно, Такер, что США и НАТО ответственны за этот акт саботажа, акт войны, подрыв и уничтожение Северного потока. Они все это время нам врали, теперь их раскрыли, поэтому они пытаются скормить нам этот абсурдный сюжет. Они, с одной стороны, говорят, что есть разведданные, подтверждающие, что ни американцы, ни британцы не причастны к этой атаке. Но в то же время мы не можем сделать никаких выводов о том, кто это сделал, потому что не располагаем конкретными данными о каждом из членов этой так называемой проукраинской группировки. Звучит просто безумно для любого, кто прислушивается к их заявлениям. Реальность такова, что ответственны они, и у этого действия будут серьезные краткосрочные и долгосрочные последствия. Это создает прецедент, Такер, для таких стран, как Россия, Северная Корея, Иран и Китай, что можно совершать такие атаки против критической инфраструктуры других стран, газопроводов, подводных кабелей, финансовых систем, спутников. Список, на самом деле, очень длинный. Только представьте, какие проблемы, мягко говоря, это создало бы для нас, американского народа, и для всего мира. Можно я задам очень глупый вопрос, на который пока не слышал ответа. Этот трубопровод питал Германию, экономические двигатели Европы. Германия – ключевой игрок в НАТО. Мы все за НАТО. Мы только что подорвали экономику ключевого союзника по НАТО. Если бы Германия взорвала плотину Гувера, они бы еще оставались союзникам по НАТО. Разве НАТО не должно распасться после того, как нас поймают на этом? Да, именно так. Я думаю, пара моментов. Администрация Байдена и НАТО хотят, чтобы мы верили, чтобы мы поверили в этот сюжет прикрытия прежде всего. А такой сюжет подразумевает, что военные и разведывательные агентства США и НАТО настолько беспомощны и некомпетентны, что никто не знает, что произошло. Никто этого не предвидел. А во-вторых, вы совершенно правы. Это был акт войны не только против России, но и против нашего союзника Германии. Но военные действия может санкционировать только Конгресс, а не президент США или кто-то еще. Такого явно не было. И именно поэтому Байдену нужно обратиться к нации, рассказать всю правду о том, что произошло. А Конгрессу необходимо выполнить свои надзорные обязанности и действительно расследовать это. Поведать нам правду, докопаться до сути и привлечь виновных к ответственности. Да! Это самое безумное и безрассудное действие, что мне довелось наблюдать за полвека моей жизни. Тулси Габбард, большое спасибо, что продолжаете привлекать внимание. Просто невероятно. Никто не обращает внимания. Именно так. Действительно так. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok